здравствуйте здравствуйте сегодня 29 июня 2016 года канала подготовка программа плохие новости я вячеслав мальч со мной студии валерий сергей у нас прямой эфир вещаем из саратова с волги из россии до новой исторической эпохи осталось 493 дня эфир идет у нас тут и за все хорошо ура ура так значит у вас там какие-то письма есть да да ну давай читай очень длинное письмо внутри как сократить здравствуйте вячеслав огромная просьба к вам в городе в рязани в жилом доме по улице мервинская 9 с данным в эксплуатации в ноябре 15 года более 300 квартир застройщик северная компания обманул дольщиков не раз мы использовали более дешевые материалы не завершили строительные работы так очень много очень много пунктов 9 пунктов крупных таких да прям все конкретно причем активистам сказали чтобы не высовывались люди боятся уверены что никто ничего не переделает и по закону все не будет просит помочь так чем мы можем помочь за какого уровнять закон это город рязань жилой дом по улице мервинской 9 но я знаю что у нас несколько юристов есть из рязани я думаю сейчас нас смотрят наверняка может быть те кого мы знаем может быть те кто кого мы не знаем и смелые люди могут подключиться и помочь поэтому ты тогда повтори еще адрес если вдруг так случится что никто не подключится ну значит будем продумывать придумаем ближайшее время пусть нам напишут что там происходит город рязань жилой дом по улице мервинской 9 так значит эфир идет ослаб грустный значит идиот ну хорошо то есть если бы эфир не шел вы были бы веселый да конечно не так еще что-то просит зачитать письмо летчика бекаса потерпевшего крушение из-за воды в карбюраторе он пишет привет соратникам я пилот бекаса упавшего недавно на юге красноярского края лег на операцию мы обязательно победим с уважением игорь да выздоравливаю игорь и я говорю что-то странно очень много бекасов этих падает но вот про одного мы сегодня слышали меня удивило да как он упал у которой вчера пензенской области до оказал что он зацепился за линию сковольтной электропередач говорят что погибший пилот употреблял алкоголь и так далее и в общем то все все на пьянство до сваливают но на самом деле падает самолетов очень много пьяных летчиков крайне мало ну и как человек умеющий летать я скажу что пьяному человеку гораздо труднее ездить на машине чем летать на самолете это любой любой пилот скажет что для того чтобы пилотировать самолет в общем-то нужны элементарные какие-то вещи но вот вода в бензине это конечно не очень хорошо я всегда когда мы летали товарищ у меня брал бензин с бензоколонки причем иногда экономил и покупал 76 там 80 и за эту самолет жутко двигатель грелся безумно совершенно могут привозили нормальный бензин но у нас все равно не было этого б 91 до б 91 авиационный как раз а вот а и был и мы всегда его фильтровали через фетровую шляпу через шляпу раз наливаешь потом отстой сливаешь и все очень нормально так что я всем рекомендую кто летает фильтруйте а кто говорит не надо ничего фильтровать говорить все как и есть а то у нас наоборот бензин не фильтрует а базар фильтрует а не надо этого вот и ты говоришь нам написали из какого города по поводу детишек до ульяновской области ульяновской области ситуация такая там работает я так понимаю наш соратник работает в органах определенных правоохранительных но он занимает не самую мягко говоря высокую должность но чтобы просто понимали да что это там не генерал вот и он после вчерашнего нашего эфира решил составить рапорт своему начальству с как бы инициативой скажем так прифига провести мероприятие предупреждающие на тему вот падение детей из-за москитных сеток то есть вчера мы говорили о том что там дети падают как осенние листья из-за того что в общем-то на москитные сетки опираются и там вплоть до летальных случаев падения из окон он как бы рапортовал своему начальству о том что существует такая тенденция и предложил провести мероприятие как бы распространить листовки предупреждающие на домах и в общем-то провести профилактические беседы я так понимаю учебных заведениях города ну вот и его я так понимаю как бы рапорт приняли во внимание и сегодня уже начали этой работой заниматься поэтому ему большое спасибо да будем надеяться что вот кто знает может быть человек и жизнь спас кому-то то есть вот казалось бы ничего существенного не сделал да там из окна это главное информация главное научить вот что я к тому что многие вот там думают да что там человек спас кого-то из огня там спас из воды а можно спасать людей то есть совсем по-другому и точно также мы же не знаем сколько могло детей выпасть которые не знали бы вот если бы их родители эту информацию не получите рассказываю вот здесь вот стоит экскаватор копают яму стоит экскаватор его бросит я целый день звонил чтобы на нее навесили какие-нибудь там флажки я не знаю поставили какие-то вещи значит вырезается паренек у него вот экскаватор слава богу он на киев был и остался жив машина хорошая все удержал вы выскочили там помогли я на следующий день опять звоню главе этому говорю слышу овского района но там что-то приехали правда повесили фонарь что-то еще но там нужно было какие-то отбойники поставить они это конечно ничего не сделали и парень уже на таврии разбивается в хлам то есть я вот представишь два дня подряд знаю что кто-то убьется делу я же не могу этот экскаватор поднять и унести у меня сил к сожалению не хватит если бы как бы были властные полномочия вот что меня всегда бесит я знаю что случится и могу это изменить вот этот мудак он не знает что случится и не верит мне ну бьешься все время как рыба об лед в конце концов думаешь ну хорош ребята давайте лучше я буду это исполнять я буду делать чтобы ни у кого ничего не просить и никому ничего не доказывать зачем мне доказывать то что я знаю так тут вот спрашивают сколько денег мы за эфиры получаем знаете долгое время вообще ничего не получать потом вы стали присылать какие-то денежки а совсем недавно начали нам даже за рекламу платить какие-то ну уж не ахти какие деньги ну прямо скажем что это месяц на месяц не приходится но мы уже десять раз говорили что небольшие суммы денег о которых смешно говорить то есть депутаты государственной думы и там министры всякие зарабатывают кратно больше так что чем 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 мы все вместе взятой да они в одну харь поэтому но мы люди непривередливы довольствуемся мало поэтому зарабатывают на зарплате имеется ввиду ну да на зарплате конечно там они украдут сколько вообще замечательно ну и для тех кто любит говорить что мы здесь ведем нашу программу для того чтобы зарабатывать деньги там на каких-то наивных людях в общем то напоминаем вам о том что у нас открытая лицензия на нашу программу если бы мы занимались заработком денег мы бы закрыли лицензию на распространение нашего контента у нас бы кратно выросло количество просмотров на основном канале и мы бы получали я думаю из рекламы достаточно больше денег мы этого не делаем потому что наша основная задача это распространение информации то есть вот те люди которые любят нам писать о том что мы деньги зарабатываем вот объясните нам пожалуйста тогда почему же мы не закрываем каким образом их можно не но и думают наверное нам из госдеп прислать не присылают и вот мы каждый раз стучимся и говорим там госдеп суки шлите деньги уже не шлете и чтобы помочь нам в распространении информации ставьте лайки под этим видео это поднимает на стопы ютуба до вчера у нас была очень хорошая цифра аж в 7000 человеков рекордная сегодня давайте попробуем шесть с половиной тысяч повторить и там посмотрим может быть получится и больше и вот очень много нам сегодня пристали невероятно много прислали ссылок на один сарацкий сайт который написал что представитель саратовской области вошел в выборный список партии воля и здесь речь идет про некто вячеслава мальцева мы сначала подумали что это какой-то другой вячеслав мальцев но здесь ваша фотография написана что бывший депутат саратовской области саратовской областной думы значит почему то здесь сказали что вы седьмой по результатам голосования в этом по в этом я не участвовал как и значит при информационной поддержке общественного движения выбери открыто мы хоть раз кто-нибудь здесь присутствует может быть кто-то туда меня всовывал но я никаких полномочий никому на это не давал и как бы участвуем и в блоке блокируемся с парнасом поэтому в общем я честно говоря удивлен надо мы просто как бы пояснение да потому что люди нас спрашивают а как же вот вы нас не предупредили мы за вас агитируем а мы не знали мы сами не знали поэтому если у нас что-то какие-то новости появляются самый объективный источник это наша программа это наша страница вконтакте там твиттер вячеслава мальцева может быть не столько активные но тем не менее там тоже информация появляется а какие-то информационные ресурсы ну вот некоторые нас там ультрафашистами называют мы же не всему можно верить хорошо чем чем более ультрафашист тем больше будет сторонник потому что у нас так сторона такая что сейчас вот чем хуже тем лучше то есть еще будут аплодировать в ладоши гладить и говорить что это хороший ну я имею ввиду власть имущие то все будут значит подонки конченые если будут говорить что это негодяи фашисты все скажут но это приличные люди меня спрашивают готов ли я стать императором россии если попросят народ но нет конечно не готов и увольте меня от такой роли не готов я быть императором я готов быть я говорю диктатором и ввести народовластие в россия потом уйти на покой спокойненько зная что реформы которые мы произвели необратимые что ни одна сука не сможет прийти и вас сесть здесь и сказать я тут диктатор такой вова путин нет парни то есть мы это сделаем и свалим и все и я думаю создадим идеологию на ближайшие 300 лет через тысячелетний рейха у нас будет нет ну я имею ввиду такую удобоваримую диалогию народовластия чё-то вы бросились окна закрывать чё-то валер до новостям тогда да в бразилии арестовали мужчину пытавшегося потушить олимпийский огонь да видишь причем у нее не удалось а вот в россии ни разу не пытался никто тушить олимпийский огонь а он потух сколько больше ста раз не что больше 100 там какой-то нему не мы не что там там что-то 4 за да да я помню это было 400 я помню я тогда посоветовал вот прям очень хорошо помню я посоветовал тогда с устроителем вот этой олимпиады я сказал что нужно чтобы он погас 2014 раз и как бы сказать что мы так и планировали вообще задумка такая была вода конечно представляешь вот в бразилии окажется тогда даже даже огонь не гаснет в отличие от путинского число же слава помаши рукой хунти да вот помахал число жертв теракта в стамбуле выросло до 41 человека не знаю насчет 41 потому что вот турецкий чиновник некий на которого все ссылаются вчера еще давал цифру 50 а то есть пересчитать трупы но это самое простое дело давайте говорить откровенно конечно если не смотреть там цукера и абрахамса с пистолетом на голову помнишь когда это сколько тут после взрыва трупов к а вот я год еще на одном стою помнишь там кто-то дребен нашел еще одного быстрее сюда вот ну и конечно смех плохой потому что 147 человеку пишут раненых и 41 труп я думаю что выяснится что больше покойник потому что нет смысла этому чиновнику не верить я говорю то есть труп очень легко пересчитать тем более что они наверно в один морг направлялись вот и турки сообщили о том что было трое террористов то есть мы то информацию вначале получили о взрывах а потом оказалось что террористы кидали гранаты стреляли из автоматического оружия и в общем то основная масса людей это те кто убит пулями вот и очевидцы сообщают о большом количестве выстрелов две неразорвавшиеся гранаты после значит теракта в аэропорту были найдены значит сразу же сообщили о еще одном взрыве рядом со станцией метро но что-то после этого никто больше не сообщал об этом взрыве что там произошло неизвестного и заявление сразу же был такой ночью что посольство россии в турции не получал данных о пострадавших гражданах это удивительные совершенно люди и сразу же после этого а может быть даже и чуть раньше в интернете появились записи о том что житель тюмени пострадал и находится в больнице он ранен в ногу я так понимаю что он сразу же сообщил в тюмень поскольку находился в сознании что он ранен что в больнице что у него все в порядке что турки молодцы но почему-то посольство российской федерации не получило такого сигнала то есть весь интернет получил а посольство россии не получил я так понимаю речь идет о том что они не получили информацию о пострадавших россиян да конечно пострадавших россиян они не получили информацию хотя все остальные такую информацию получили и знали и парадоксальная ситуация что в информационном мире посольству узнают обо всем в последнюю очередь и скорее всего из сми но надо сказать что стамбул достаточно большой город где есть и консульство российское то есть ну могли бы там взять жопу в горсть прогуляться поискать там я не думаю что у них какие-то были более важные какие-то неотложные дела там консулок у всех ну произошел теракт в аэропорту ну сто процентов сто процентов что кто-то из россиян пострадал потому что это стамбул потому что туда постоянно и пеший леший какой угодно вот такие дела я и что мы что может это и не последний потом окажет что кто-то его не 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 опознали потому что у него двойное гражданство или еще там что-то и там украинская фамилия не дай бог или еще некоторые сми заявили что в турции ввели временный запрет на освещение журналистами этой темы как ты думаешь зачем это вообще нужно делать ну там сейчас такая же деспотия как в россии конечно эрдогану совершенно невыгодно чтобы сведения вываливались сразу надо подготовить как райкин помнишь про у него есть миниатюр про пиджачок габардиновый помнишь и по разгоревшую лесопилку вот так здесь нужно подготовить общественности понять чё они будут врать народу ну так вот раз а она ушла информации и чё делать и уже не наврешь а здесь раз так чуть-чуть дозированно дали информацию можно уже как-то выруливать но здесь же та же самая ситуация происходит и посмотри ну может быть здесь более нагло врут там как-то менее нагло ну что там что здесь деспотия пишут 44 трупа ну да а как вы думаете вот пишет что теракт был плохо спланирован конечно понятно что это как-то может кощунственно звучит но то что не разорвались вот эти гранаты то что от взрывных устройств погибло ну не очень много людей да то есть если бы теракт было более от гранат от наступательных да это куча народ погибло поверь мне нет я имею ввиду то что они не разорвались там никто ну две там не разорвался ну ну ладно но все равно представишь наступательный гранат меня за спиной один раз рванул такая гранатный куртку то посекло и все так внутри там эти решеточки такие металлические вот как от бритвы электрической которые бреешься и все они для чего в наступательный гранат не для того чтобы убить вообще не нашу бы ранее чтобы у кровотечения больше ничего не нужно потому что если ты убьешь народ потом этот ну все как проблем нет бабахнул гранату убил и все и и и и и вся недолго да а если тут два нормальных а двое раненых значит два целых будут двоим раненым оказывать помощь и сразу четыре человека выходе исключать поэтому наступательный гранат у них особые свойства я так понимаю что там именно их и кидали но потому что они те кто убивал людей они кидали наступательный гранат там 6 бои кидали оборонительные они бы их самих убили бы ну большая вероятность кинул там никуда не спрятался она рванул тебя самого посекло догон не просил прощением россии за ее пресс-секретарь ну это о чем мы говорили вот эрдоган эти говорят что он просил прощение значит на самом деле он не просил прощение вот пишет нам получилось так как вы сказали почему как вам удается предсказывать их комбинации и ответил на этот вопрос поэтому ответ зачитаю они примитивные я не могу просто предсказать только те шаги путина которые для него же являются катастрофическими да и то последнее время научился то есть действительно настолько они примитивно действуют что предсказать очень легко и вот турки как мы и предполагали 14 числа я напоминаю что мы предполагали что турки будут опровергать эти будут мы 14 15 об этом говорили даже анекдот рассказали 15 числа про грузина помнишь там езжай езжай надоело вот и вот и по ее российской инициативе сразу же ну чтобы с пылу жару состоялся телефонный разговор то есть путин считает что извинились перед ним ну как мы и говорили да и по и российской инициативе обратите внимание договорились восстановить сотрудничество и путин тут же поручил правительству восстановить сотрудничество в частности отменить туристические санкции там и все остальные санкции и тут представляешь теракт нам сказали что санкции вели для того чтобы туристические для безопасности а хер с ним пусть едут представляешь То есть, какая безопасность? Вели из-за понтов, из-за путинских, понимаешь? Вот он допонтовался и не знал, как выкрутиться. Абсолютно не знал. Вот напоминаю вам, о чем мы говорили 14-го числа. Так, вот сейчас я включу. В Кремле подтвердили получение послания Эрдогана Путина. О чем это говорит, знаете? Самое главное, нет. Почему Эрдоган написал послание Путина? Потому что сейчас будет это изображено Кремлем как извинение. Потому что Эрдоган сказал, я в жизни извиняться перед вами не буду. И тут коса на камень нашла. Тут как-то надо с ним договариваться, а надо, чтобы извинился. А он извиняться не хочет и не будет. А поэтому говорит, слышь, а можно ты письмо напишешь нам? А мы вот скажем, вот он написал нам письмо туда-сюда и представим это как твои извинения. Вот так это будет. Да, ну он сам нам письмо написал. Ладно, мы его простили. Вот так это будет. Да, вот это то, о чем мы говорили 14-го, получилось точно так, как и говорили. И почему мы это видео вставили? Обычно мы как бы не вставляем, да? А вот кто-то там стучится в окно, а кто-то в окно стучится. Что надо? У нас какие-то зрители появились, которые смотрят нас в самом непосредственном онлайне, то есть из окна. Да, вот. И значит... Президент России считает, что меры по расширению взаимодействия в рамках парламентской ассамблеи черноморского экономического сотрудничества будут способствовать укреплению стабильности. То есть это уже и там, на Черном море, да, где были проблемы, где, как говорили турки, этот самый там, с украинцами против России, объединяются и с грузинами, да, там все это будет бешеное сотрудничество. А почему все это происходит? Ну, потому что все очень плохо с точки зрения санкций. У Путина нет возможности отменить санкции в отношении Европы и Америки. И поэтому единственный путь, чтобы с голоду не подохли мы, это с Турцией договориться. А как с Турцией договориться? Нет никакой возможности, Эрдоган не хочет извиняться. Ну вот, придумали вот этот вариант письма, как мы и прогнозировали, но я напоминаю, что всякие официальные дипломатические документы называются нотой. То есть, не письмом частным Эрдогана, хрен знает от кого кому, да, а вот такие вот, значит, вещи, которые, так сказать, дипломатические документы такие, они имеют определенную форму, установленную международными договорами. В данном случае никакой формы не было. Пресс-секретарь говорит, Эрдоган, что никто не извинялся. И в Турции настаивают, что никто не извинялся. В России настаивают, что извинился Эрдоган. Путин сам позвонил и сказал, все, отменяем, давай. И выдохнул. Выдохнул, и что он сделал? Подписал указ о продлении продуктового эмбарго. Никак он его не мог подписать без решения вопроса с Турцией. А тут раз, фух, выдохнул, ну, слава богу, теперь все хорошо. Могли бы они что-нибудь, конечно, поинтереснее придумать, а то с этим письмом, ну, даже выглядит это как полное убожество. Ну, они же убогие сами, а что они могут придумать-то? Ну, они сами убогие. Что могут придумать убогие люди? Да и зачем? Что им бисер перед свиньями метать? Ну, мы это понимаем, наши зрители понимают, умные люди понимают. Авата-то что, она кричит Эрдогана, согнули, он извинился, им же Киселев, Соловьев им все рассказали про Эрдогана, как его Путин нагнул, молодец, на коне. Песков сразу стал знатоком, такая тавтология турецкого языка, всем рассказал о том, что он точно извинился, причем два раза в письме. Ты выйди туда, вот в зеленую комнату этих друзей. Я понял, что это сделаю. Возьми, да, и там... А как не постучать, я понял. Да. В Канаде в результате взрыва обрушилось несколько живых домов. Ну да, то есть ситуация получается такая, что что-то там взорвалось, ну газ, не газ, я не знаю, но на 100 метров все разнесло. То есть очень серьезно. В квартире на юге Москвы произошел взрыв. Вот здесь точно взорвался газ и точно, так скажем, произошло то, о чем мы говорили. То есть вот мы говорили о том, что в Волгограде, там в Самаре, в других городах, где происходили взрывы газа, тут же появлялись там замечательные МЧСники, я не знаю, какие-то еще там губернаторы, раздавали всем сразу милостинку. Чтобы никто вопросов не задавал. Здесь точно такой же взрыв газа совершенно непонятный. То есть это не утечка газа и потом случайно кто-то свет включил или спичку черкнул, а как бы реально... Ну скорее всего, я говорю, вот это среднее давление перекинули в систему низкого давления, перекинули вот в что-то другое. Очевидцы рассказали, что разбившийся на самолете пилот был пьян и летел за водкой. Ну как мы сегодня говорили, вот этот Бекас, который разбился, он заявляет, что пилот был пьян. Ну вполне я допускаю. Просто очень странное повреждение самолета было. То есть это обратный штопор надкрутить. Ну или, возможно, зацепился и перевернулся. Следователи начали проверку по факту крушения самолета в Оренбуржье. Так, вот в Оренбуржье элитар самолет упал 2002. Я даже не знаю, что это за машина. Два человека погибли. Ну, бывает. Пилот пострадал во время жесткой посадки дельтаплана в Подмосковье. Ну, дельтапланы часто падают. У них там угловые скорости какие-то бешеные. Но что меня удивило, что пилоту 76 лет. То есть молодец такой. Оба вертолета в Красноярском крае вышли на связь. Ну, тут мне говорят, что я говорил про проблемы с Ми-8. И тут же два Ми-8 пропали со связи. Но потом вышли на связь. И оказалось, что у них потеря связи у обоих произошла из-за проблем с радиостанциями. То есть, возможно, или магнитная какая-то буря. И, ну, в общем-то, какая-то волна. Как это один из поражающих факторов ядерного взрыва. Это электромагнитная волна. Да, электромагнитный импульс. В данном случае, ну, это я не говорю о том, что там ядерная бомба взорвалась какая-то. Но электромагнитный импульс мог возникнуть в Красноярском крае по разным абсолютно причинам. И отключить радиосвязь. Следователи в Челябинске разбираются в обстоятельствах гибели двух женщин. Тела которых обнаружили в помещении одной из канализационных насосных станций города. Мне пишут, дядя Слава, я суну все равно с вами. Да, главное не ссать. Ну, вы что? Зачем же ссать? Когда можно не ссать? Две женщины погибли, задохнулись газом. Ну, что? Я понимаю, что там за насосное. И что там за очистные сооружения, если работницы там задыхаются от газа. Один сотрудник ГИБДД утонул, а еще один пропал без вести после попытки задержать пьяного водителя в Иркутской области. Это то, о чем мы говорили. Гоняли пьяного водителя. Пьяный водитель уплыл, вылез из машины и уплыл. Представляешь? Вплате? Да, а двое сотрудников ГИБДД бросились за ним. Один утоп и труп нашли, а второго тела пока не найдено. Говорят, пропал без вести и рассчитывают его найти. То есть, совершенно идиотская ситуация. Ну, там уже написали, что они бросились в воду, чтобы спасти этого водителя. Я думаю, что совсем по другой причине они бросились в воду. Вот такие дела. Плохая идея, видимо, это была. А тот, кто убегал в порядке? Беглец в порядке? Конечно! Да. Беглец в порядке. И я так понимаю, что у него, у этого беглеца, сейчас проблемы ему будут еще вот этих вот вешать. Что он их утопил? Да. Как русал. Не, ну не утопил. В Подмосковье пропал автоинспектор вместе с пистолетом и удостоверением. Да, тоже такая ситуация совершенно странная. Я не знаю, его нашли. Нет, он, гаишник забыл сдать пистолет. Поехал в отдел. И в этом отделе, значит, не появился. А оказалось, что у него лопнуло колесо. Он позвонил, что лопнул колесо. А потом все, машину нашли с лопнувшим колесом. А его не нашли. Вот сейчас, не знаю, может быть, сейчас, в ближайшее время нашли. В Москве возбуждено уголовное дело после наезда лихача на полицейского. Ну, стандартная, в общем-то, ситуация. У нас огромное количество полицейских гибнет. Огромное количество гибнет полицейских. Поэтому, в общем-то, ну, надо им аккуратнее себя вести. Ты предупреждал их, на самом деле, в одном из предыдущих эфиров на эту тему. Да. На севере Москвы неизвестный расстрелял мужчину из травматики и скрылся. Ну, что ж, вот я могу сказать, что, конечно, травматическое оружие надо запрещать, безусловно. Потому что порог применения очень низкий. Вот в данном случае какие-то соседи между собой повздорили, один другого расстрелял. То есть нужно, чтобы были разрешения на нормальное огнестрельное оружие. А это надо запрещать. Полиция обнаружила тело 30-летнего мужчины в парте культуры и отдыха «Сокольники». Странная ситуация. В «Сокольниках» рядом с контейнерами, с мусорными нашли тело человека, труп, так скажем, который лежал там два месяца. Ну, ладно, я понимаю, там в каком-нибудь коллекторе теплотрассы, каком-нибудь 20-метровом, канализационном коллекторе, рядом с контейнером, мусорным. Мусор вообще два месяца не вывозили, никто туда не подходил. Вот вы про травматику сказали. Во-первых, вы заметили, что в последнее время опять пошла волна по травматике. Вот где-то в течение, ну, полугода буквально одна-две новости, что кто-то кого-то там пострелял с травматикой. А за последние, ну, недели три, наверное, новостей очень много. Потому что кто-то в кого-то стреляет, случайно стреляются там и так далее. Именно из травматического оружия. И вот говорят, что, может быть, это наоборот такой повод еще более ужесточить травматику. И тем самым людей еще более разоружать. То есть, мы-то говорим к тому, что травматику нужно запрещать и нужно легализовывать нормальное оружие. Конечно, безусловно. А вот власть-то она как раз легализовывать нормальное оружие не хочет. Власть-то скоро закончится. Так что нам-то совершенно по барабану. Чего они там думают. Травматическое оружие надо запрещать и разрешать. огнестрельное оружие это однозначно суд арестовал главу российского авторского общества да видишь такое дело федотова некого арестовали за мошенничество вообще российское авторское общество это одно большое мошенничество тут причем официально это одно большое мошенничество я бы даже назвал не авторское общество а соавторское общество тоже никит михалков и И все эти Федотовы там, они влазят в соавторство ко всем. То есть, они делят авторские гонорары. То есть, кто бы что ни написал, они тут как тут. А давайте с нами делить. Ну, потому что кто-то использует и должен платить им. С какой стати вообще? Я помню, на выборах использовал песни советских композиторов. А авторскому обществу пришлось заплатить 72 тысячи. Иначе бы с выборов сняли. 72 тысячи за 6 песен советских композиторов. Можете представить. И использовать их в никаких коммерческих целях. Вот с громкоговорителями ездили машины. Что-то там текст какой-то был. И вот песенки. 72 тысячи рублей. От нифига дел. Ну, а теперь у Никита Сергеевич проблемы. Да, то у него бриллианты мелкие. Помнишь, там была как-то Чел Пром Даймонд фирма. Чел Телябин. Чел Пром Даймонд. Там бриллианты мелкие. А теперь авторские щи жидкие. Губернатору белых в СИЗО. Да, вот пишет, а вы предрекали Михалкову крупные неприятности год назад. Да, говорили мы о том. Но мы имели в виду другое. Говоря, что Никите нужно о душе заботиться. Имел в виду несколько другое. Ну, и это тоже. И вот он не появился на открытии международного кинофестиваля. Ну, может появиться. Губернатору белых в СИЗО стали давать часть необходимых лекарств. Да, я сразу, когда я это прочитал, вспомнил в детстве, я смотрел фильм такой, меня потряс. Прям совсем маленький. Я был. Похищение Тима Ринольда назывался там. Как мальчика украли, и он потом погиб. И там женщину одну допрашивают, какую-то там шлюшку. А она рассказывает про того, кто похитил. Да, он рассказывал, что у него там дома мальчик, и что он будет его кормить. Вот так и здесь. То есть, да, у них белых там, и они будут давать ему лекарства. Он у них уже несколько дней сидит. Причем, я понимаю так, что человек, он взрослый уже более-менее, да, и там со здоровьем, наверное, не все в порядке. И такая же участь многих ждет, как Магнитского. То есть, их не будут убивать в тюрьме, их просто не будут лечить, и все. Ну, и, в общем-то, сейчас уже официально известно, что у него диабет. Ну, да. По крайней мере, в какой-то, может быть, ну, как он говорит, не сильно, не серьезной степени, скажем так, да. Но, тем не менее, диабет. И мы знаем, что диабет – это такая вещь, которая может там несколько лет не давать о себе знать. А буквально за несколько дней сахар скаканул, и все. Да, так что, вот... Белыха вил голодовку. Да. Ну, вот я к тому, что... Ну, на Белыха у меня зла нет, понятно, что он там, конечно, бабки хапнул, там какие-то... Ну, он не самый худший. А вот самым худшим я могу сказать, что, вот, глядя на Белыха, так сказать, уже можете знать, что вас ожидает после 5-го, 11-го, 17-го года. Да, и вот тут говорят, что Белых на 6 килограмм за 5 дней похудел. Я... Представляешь, какие Аполлоны станут эти ребята? Ну, из вас Аполлонов сделаем. Вы что, пацаны, будете сейчас такие морды, такие... Будет все такие вот подтянутые, и все будет классно у вас. Я вам обещаю. Вдова погибшего под Луганском журналиста стала судьей Верховного суда. Да, мы что-то об этом говорили, Сереж, что говорили? Да, это вы говорили, когда по Савченко был вопрос, помните, там же Савченко, значит, прошение-то не подавало, а милование, да, помилование Путину, и подали прошение вот эти как раз родственники убитых журналистов подали прошение, если я ничего не путаю, по-моему, так было. И вы сказали о том, что в скором времени мы услышим, что эти вдовы и там матери и так далее станут какими-то депутатами, министрами или, как минимум, уполномоченными. Вот, буквально сколько прошло, ну, месяц-полтора, и вот, пожалуйста, первый звоночек. Вот тут пишут, фамилия Белых не склоняется, а фамилия Мендведев склоняется? Если вы хотите, чтобы вам четко со всеми правилами русского языка все рассказывали, к милости просим, вот на Россию 24, там еще кто-то, на Первый канал, там прям такие. Эдик очень не любит, когда кто-то начинает за правила русского языка говорить, он прям. В России собирают подписи за отмену пакета Яровой. Ну, я не думаю, что это имеет смысл, но там уже и по правам, кто там... Да, у нас здесь есть, оказывается, Михаил Федотов, наверняка у каждого из вас вопрос, кто это такой, а это не кто-нибудь, а президентский, председатель президентского совета по правам человека, то есть это наш с вами вообще спаситель. И он говорит о том, что он призвал голосовать Совету Федерации против так называемого пакета Яровой, но отклонить призвал. Ну, в общем-то, здесь достаточно много он приводит тех или иных доводов, но доводов все, конечно, можно было сказать проще, короче и намного яснее, что все эти пакеты Яровой попросту антиконституционны, вот все. То есть, по большому счету, одним предложением можно все его мысли выразить, а он говорит совершенно о другом. И, насколько мне известно, Совет Федерации уже проголосовал за этот пакет Яровой, так что вообще о чем речь? Нет, но он там проголосовал он днем, я так понимаю, за сегодня, а вот этот председатель президентского совета, он утром давал интервью, то есть как раз перед рассмотрением. Молодец. И причем он говорит о том, что нужно не то, что там это адские законы какие-то, он говорит, что нужно без спешки после выборов вернуться к этому документу, доработать его. И, значит, как известно, что-то там про ловлю блох он рассказывает, спешка, как известно, хороша при ловле блох, а не при создании законов. Это он вообще о чем? Кому известно? Может быть, его каких-то кокаиновым друзьям. Кокаиновые друзья, да, они там царят. Нет, мне интересно, а вот то, что там за последние две недели работы вот этой Госдумы было принято, сколько там, чуть ли не сотни законов за последние две недели? Ну и недаром же называют их сбесившийся принтер, да? Да, 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 бешеный принтер, и вот тут что-то про ловлю блох он начал. В общем, человек где-то, по-моему, не в России живет и не очень понимает, о чем он говорит. 20 июня 2016 года скорая помощь стала платной. Да, видишь, мы упустили этот вариант, но теперь можно только четыре раза в год вызывать скорую помощь, а остальное платно, бесплатно четыре раза, а за остальное надо платить, и я думаю, что платить будет немало придется. Бизнесмен Сергей Михайлов потребовал от Яндекса и Гугл удалить 172 ссылки о Солнцевской ОПГ. Извини, вот по этой, по скорой помощи мы не поговорили, а представляешь себе ситуацию, что вот, ну какой-то пожилой человек, какой-то там ветеран и так далее, и ему нужно эту скорую помощь там четыре раза в день, грубо говоря. Ну вот они вот, сейчас он несколько раз выйдет, они потом его госпитализируют, а госпитализацию у них на сколько там, на неделю что ли, больше нельзя держать, да, неделю он пролежит, ему опять нужна скорая, все, вот, то есть, ужасно. Онкологические больные, которые постоянно требуют, там, какие-то больные астмой, у меня я была, на участке избирательном жила женщина, которые вызывали там чуть ли не по 20 раз в день скорую помощь. Вот пишет нам человек, горжусь собой, что успел проголосовать за Мальцева по интернету, хотя и задаю ему иногда едкие вопросы, но мы гордимся вами, что вы успели проголосовать, спасибо вам большое. И едкие вопросы, мы на них отвечаем, если это едкие вопросы, если это какие-то неадекватные вопросы, то мы не берем во внимание. Мальцев, может быть такое, что Украина нападет на Россию 5-го, 11-го, 17-го, это вообще исключено, вот, что вообще исключено, так это нападение Украины, и ни 5-го, 11-го, ни 10-го не нападет, я вас уверяю. Мне кажется, нападение марсиан звучит не так забавно. Да, более реалистичные картины. Надо снять, надо снять фильм, был фильм, помните, Марс атакует, такой дешевенький фильм, где такие с зелеными головами. Там Николсон играл. Ну да, но я имею ввиду дешевенький в плане спецэффектов, такой он старенький, вот надо что-нибудь там, я не знаю, Бандеры атакуют, какой-нибудь такой фильм снять, вот прям самые клишейные такие образы, там, вот мальчика там распятого они тянут за собой, вот что-нибудь такое, вот прям, мне кажется, был бы шедевр голливудский. Михась требует удалить ссылки о Солнцевской ОПГ. Да, вот, интересно, ты об этом читал сегодня, Сереж, ты там, как-то я вот понимаю так, что если человек требует предать забвению, то наоборот, уж никто и не помнит, кто такой Михась, а сейчас вот он начал это в интернете волну гнать. Вполне допускаю, что ему даже нужно эту волну гнать как-то. Ну ты что-то хотел еще сказать. Да, ну мы, в общем-то, сегодня обсуждали этот вопрос, то есть человек там занимается бизнесом, причем, я так понимаю, бизнесом, который вышел из не совсем законных русл, да, то есть которые были ранее. То есть человек, ну все-таки, наверное, должен немножко представлять, как в этом мире что-то происходит, иначе как он занимается бизнесом и как он дожил до 2016 года. Однако, как мы видим, если у него стоит задача, чтобы про него забыли про его там Солнцевскую ОПГ, или не про его, о которой там он имеет какое-то отношение, то возникает вопрос, зачем он делает это именно таким образом, потому что, как мы уже говорили, в общем-то, это, наверное, ровно то, чего не нужно делать. Вот эти все иски к Яндексу и Гуглу, это ровно то, что не нужно делать, если вы хотите, чтобы про какой-то материал забыли. Причем, я не понимаю их логики, они сами приняли вот этот закон о забвении, а теперь хотят, чтобы американцы этим законам подчинялись. Ну да. Это вообще маразм просто. Почему? Почему они решили, что Гугл обязан подчиняться российским законам? Они так хотят. Да. А что, все продают яйца по 10 рублей, а ты по 20? Денег надо. Вот так и здесь есть такое желание. В России может сильно подорожать мобильная связь. Да, в связи с этими вот законами Яровой, будет, значит, считают и Минкомсвязи, вот это там, или как он там, вернее, Министерство связи. Да, Минкомсвязи называется она у нас с Никифоровым во главе. Вот считают, что будет подорожание. Но я могу сказать, что даже если бы не было Яровой, все равно было подорожание, потому что нашли бы они способ, как канадцы в Южном парке электронных денег получить. Да, очень они хотят. Видишь, ну, в связи полно денег, а получить они этого не могут. Вот такой способ очень хороший. За последние 12 месяцев более 40% россиян. Нет, я поясню, каким образом. Потому что наверняка они скажут, что нужны сервера, которые там вот ФАПСИ, то есть те же самые, которые стоят. А поэтому вы там просто платите нам. А мы уж сами будем делать, потому что там допуски нужны, там пропуски нужны, там то, сё. Вы там деньги присылайте, и всё. Вот так будет. То есть, если кто-то думает, что это там Билайн или там МТС должны на сервере хранить, этого не будет, поверьте. 40% россиян заявили об ухудшении своего финансового положения. Да. Я думаю, что ситуация такая, значит, что 42% считают, что положение ухудшилось и считают об этом сейчас. Да, а другие всегда считали. Большая часть. Ну, да, может быть, 0,3% считают, что всё нормально. Ну, или те, которые живут там где-то в Сибири, в глуши, которые как там ходили куда-то на охоту, что-то там стреляли, как своими силами жили. А остальные, конечно, для остальных ухудшилось положение. В России напечатают ещё 300 миллиардов рублей. Ну, не знаю. Я думаю, что напечатают и больше. Есть информация, что расходование средств резервного фонда на покрытие дефицита будет увеличено на 300 миллиардов рублей и так далее. И, в общем, будет это из резервного фонда или просто станок запустят. Ну, я думаю, что в любом случае они должны это сделать. Если они это не сделают в ближайшее время, то будет у них совсем всё худо. И для того, чтобы продержаться. У них сейчас главная задача продержаться вот это время, когда выборы пройдут. Потому что если сейчас всё начнёт рушиться, они там и полтора голоса не соберут. Им нужно, чтобы более-менее так было, что до 18 сентября. А потом они всё сольют. Спрашивают вас, если мы рассматриваем вас на посту президента России будущего, то какие страны в первую очередь вы посетите в рамках... Мы говорили Украину сразу же. Конечно же, Украину. Тут даже, может быть, и не продолжать. А есть ли речь о Европе? А Украина и Европа. Ну, я имею в виду... Евросоюз. Нет, ну, конечно, ближайшие к нам прибалтийские страны. То есть, Литва, Латвия, Эстония. И они же страны Евросоюза. Безусловно. Украинцы, вы не обижаетесь на меня. Я не в том смысле, что вы не Европа. Я просто про Евросоюз. Ну да. Да нет. Все поняли. В одной из школ российского Челябинска в детском спектакле предложили вернуть Аляску вслед за аннексией Крыма. Да, что в голове детям такое втюхивают там. Мальчик в маске Путина требовал вернуть Аляску. Вообще просто жесть. Это вот уже ни в какие... Как кто-то написал, адский ад. Да, ну вот адский ад, действительно. Командующий начальник штаба Балтийского флота Виктор Кравчук и Сергей Попов отстранены от исполнения обязанностей. Ну и тот вопрос с кораблями, с самолетами, да. Американцы во всем виноваты и вдруг раз отстраняют командиров флота Балтийского. И именно речь идет о вот этих неразберих подлетах Су-27, подходах кораблей, там, сближении вот этому опасному и так далее. И за это их увольняют. Ну не увольняют, отстраняют от обязанностей пока. То есть, что происходит? А происходит вот что. То есть, я не думаю, что вот эти командиры принимали это решение и они виноваты. Я думаю, что все гораздо проще, что Путин наехал на Шойгу, поскольку на него наехали оттуда. Сказали, слышь, там, ну тут вот Эрдоган извинился. Надо что-то, в кавычках, конечно, надо и здесь что-то делать. Они же не могут там извиняться. Путин же не может перед этим сказать, извините, что мы там чудим немножко. А давайте мы вот что сделаем. Мы уволим вот этих вот. И все будет нормально. Говорит, ну давайте. Ну не уволим, отстраним. Глава кабинета министров непризнанной Чеченской республики Чкерия в изгнании Ахмед Закаев заявил, что в России создает структуру, которая может убрать Владимира Путина с должности президента. Интересно, видишь, то есть, люди, которые за рубежом, очень внимательно следят за тем, что происходит. Ну, несколько иллюзорные у них представления, конечно, о тех событиях, которые происходят здесь. Ну, в общем-то, он сказал, сейчас интересно, с этого времени выстраивается такая структура, которая может любовно и по-мирному предложить Путину уйти в отставку или же решат этот вопрос какими-то оперативными мероприятиями. В этом случае под колпаком находится и Рамзан Кадыров. Вот так он считает. А я думаю, что под колпаком он находится в любом случае. Там даже решили что-то с Путином, не решили. Парламент Нидерландов отказался проводить референдум о выходе из ЕС 29 июня. Ну, понятно, что сейчас будут после Англии многие страны, во многих странах будут собирать подписи и требовать проведения референдума. С точки зрения политической это очень хороший ход. Ну, вот парламент Нидерландов отказался, но я думаю, что могут поставить в такие условия, что и не откажешься. А насчет Великобритании все? Она вышла из ЕС уже? Не, как вышла? Это долгий путь. Ты что? Тут сейчас... Они должны, во-первых, отправить свою заявку на выход. Они даже еще пока не отправили. Надо начать с этого. Ну, сколько это приблизительно займет? Я так понимаю, все уже решение будет? Нет, я думаю, месяца три пройдут ближайшие выборы у них в сентябре, потом новый премьер там придет и так далее. Там это месяца три только оформление будет бюрократическое всего этого процесса. А потом только процесс начнется, выхода. Какой он будет? Никто еще не выходил, поэтому никто не знает. Понятно. ДНР заявил, что в СССР отступили за охваченных утром позиций под Дебальцево. Вот очень мне вот это не нравится, то, что там продолжается, конечно, видишь, какие-то боевые действия, причем вот какая-то такая секретная война, что-то она какая-то даже такая забытая. Там происходят какие-то боевые действия, кто-то куда-то стреляет, там каких-то детей током убивает и все. Никто уже не вспоминает. Путинский вообще это неинтересно. Вот тут у оперного певца украинского снайпер застрелил там же под Дебальцево. И вот вокруг Василий Слепак его звали. Вокруг этого на Украине много, в общем-то, информации. Пишут, что до этого погибали представители правого сектора. Никто эту информацию не распространял. То есть, когда военнослужащие погибают, информация как-то проходит. А когда правосеки, то вроде как и даже неинтересно никому. Ну, не знаю, там тоже, видишь, пытаются все это как-то завуалировать, забыть. То есть, всем интересно это все забыть. А это нарыв, который как-то нужно профилактировать. Лечить нужно, я не знаю, резать, зашивать, какие-то хирургические мероприятия проводить. Нам пишут в части, что в ЛНР уже неделю свет дают в четырех городах на 2-3 часа. Ну, и в основном нет света ни у кого. Возмущаются. Говорят, скоро будет бунт. Ну, так и должно быть. Это вообще удивительно, что до этого был свет. Там, где идет война, там всегда ничего нет. Нужно посмотреть в других странах, где происходили такие действия. Там ни еды, ни воды, ни света, ничего этого нет. Савченко считает, что Украина вполне может жить без президента. Ну, любая страна может обойтись без президента. Ну, хорошо, что Савченко, в общем-то, стал на эти рельсы. Это очень здорово. То есть, к нашему полку прибыло. Действительно, я не думаю, что Украина нуждается в том, чтобы кто-то был там президентом. То есть, и, конечно, Украина одна из тех стран, которые может раньше всех перейти к прямой демократии. Там все условия для этого есть. Лев покусал пьяных украинцев, пытавшихся его накормить. Да, и самое интересное, что это в Львовской области. В Львовской области двух украинцев покусал лев. Они были пьяные, да. Вообще, я говорю, львы, они, ну, любые кошачьи, конечно, они реагируют очень здорово. Я сам в свое время как-то был в Калининградском зоопарке и тоже немного выпил. Это было в 86-м году. А так как я человек непьющий, и тут я как бы это в измененном состоянии сознания находился, то мне захотелось посмотреть, какая реакция у пантеры. А она так лежала в сторону, так, ну, как это в позе льва называется, спиной ко мне, а лапками от меня туда. И я перелез через ограду, подошел, а решетка была только крупная. Просунул руку, ткнул, и вот я прежде чем ткнуть, я думал, надо быстро-быстро руку назад. Я хотя думал, что, ну, навряд ли она что-то сделает, но думаю, надо успеть. Я так ткнул, и сразу руку назад. И еще рука дойти не успела, а уже здесь была лапой, такой желтый глаз, она так... Ну, в общем, сильно она разозлилась. Это пантера. Я ее тыкал в спину, а она, ну, делала вид, как я понимаю, что спала. Ну, то есть это очень быстрые существа. Когда с кошкой играешь, она успевает 4 раза тебя стукнуть, пока ты ее один раз хлопнешь. Поэтому, мальцев старый алкоголик, это да. Да, тогда еще интересный случай был в этом зоопарке. Там стоял такой носорог белый. Его звали Теодор, этого носорога. И он умер недавно, в 12-м году, что-то в возрасте 50 лет. А тогда он еще молодой, такой крепкий был. Да не очень легко было добраться, там фактически перешагнуть через две оградки надо было. Я перешагнул, подошел, и мне вдруг мысль пришла в голову, ну, такой потрезвый не придет, у него на боку вырезать свое имя. Я достал ножички на боку, но ему не больно, у него такая шкура. Вырезал Слава, так вот. И так хорошо он стоял, что-то там такой довольный. Я ее так гладил и вырезал имя Славы. Так прикольно, там, кто со мной был, люди очень-очень радовались, всем было смешно. И потом только через несколько лет я прочитал, что, оказывается, это с вот этими белыми носорогами такие вещи вытворять. Это ритуал у масаев, там, и у всех вот в Африке племен для того, чтобы получить совершенно невероятную безбашенную смелость. То есть они находят там в саванне носорога, и у него на боку вырезают свое имя. Все, значит, это, как бы, получают вот там от каких-то духов вот эту безбашенность. Я потом понял, почему я такой безбашенный иногда бываю, наверное, потому что когда-то на носороге что-то вырезал. Круче этого только история про рыбу, но ее, наверное, не надо рассказывать. Кто-нибудь обязательно обидится. Напоминаем вам про лайки, дорогие друзья. Прошла у нас уже большая часть трансляции. Идем верным курсом. 5,5 тысяч лайков. Хотелось бы сегодня взять отметку в 6,5 тысяч. Вчера мы даже в 7 взяли. Ну, давайте как-то поэтапно будем. В 6,5 возьмем, и если получится, то давайте больше. Всем, кто поставил, спасибо. Все, кто еще не поставил, торопитесь. А пишут, что нам нужен свой форум. А разве ВКонтакте нет у нас? Вот тут есть сразу целая куча тонкостей и нюансов. То есть, ну, давайте говорить объективно. Естественно, нужно место, где нужно, чтобы наши соратники общались. В частности, хорошо было бы их разбить на группы по городам. То есть, питерские вот здесь общаются, московские здесь, саратовские здесь и так далее. Но нужно понимать, что необходима определенная конспирация все-таки. Ну, хотя бы на каком-то самом низком уровне ВКонтакте. Такую конспирацию не дает. Поэтому, ну, мы как-то вот сейчас обсуждали этот вопрос по поводу форума. Нам люди даже писали с конкретными предложениями, что готовы этим заняться. Нужно с ним еще раз на связь выйти. Я думаю, что этим вопросом мы займемся. Вот сейчас с выборами только у нас время, время не позволяет. Хорошо. Хотят Собянина в Тундру отправить. Польша решил перенести советские памятники в музей. То есть, создается один музей, куда более 200 памятников. 229 уже решили поставить. Это не будет касаться военных захоронений, мемориалов всяких, которые связаны с погибшими в Великой Отечественной войне советскими солдатами. Ну, вообще, когда меня спрашивают мое мнение, нужно понимать, что Польша суверенное государство. Страна, где люди сами вправе принимать решения. И никто не вправе им навязывать свое видение истории. Но они считают, что не должны быть эти памятники. Наше участие должно было быть в том, что они те памятники, которые пытаются куда-то там убрать, чтобы мы могли забрать эти памятники, если они представляют какую-то художественную ценность. И выкупить, может быть, даже и так далее. Ну, обвинять их и вот судить за это, я не думаю, что имеет смысл. А тут Киселев может только там как-то по-своему. Почему? Потому что у них есть, так сказать, тираны, которые они считают незажившими. Да, и сейчас самое главное, не лучшее отношение с Россией. Поэтому любые граждане, которые предлагают такие вещи, они услышаны будут. Ну, когда, в общем-то, у них президент, не пойми, почему погиб, да, какие-то разногласия сейчас с Путиным очень серьезные, с путинским режимом. Поэтому, я думаю, что их нечего обвинять. Вот все про рыбу пишут, даешь рыбу, ну, расскажем, как к ним про рыбу. Доля интриги. Вот просит... Это такая история долгая, да? Долгая, ну да, долгая. Вот просит передать привет Андрею и Евгению. Смотрят нас на работе каждый день. Привет Андрею и Евгению. Да, привет Андрею и Евгению. Надеемся, что вы не хирурги и смотрите нас не во время операций. Хорошо. К вопросам тогда? Да, давай к вопросам. Пишут, что в городе за год очень сильно вырос уровень пьянства. Стали пить каждую неделю люди, которые раньше только по праздникам пили. Как будете решать проблему? Да, людям нужна мотивация, нужны какие-то стимулы. Тогда они и пить не будут. Или, ну, будут меньшее количество людей пить. Мы видели, что те люди, которые уезжают из России, их берут родственники какие-то, ну, совсем горьких пьяниц, увозят в Германию, в Испанию, там, ну, чтобы они были, да, пусть там пьют. Ну, в основном они все бросили пить, там что-то никто не пьет. Все устроились работать, работают, что-то какие-то дела делают. Поэтому я думаю, что если будет стимул, если будут люди видеть, что в стране что-то развивается, а не деградирует, то будет все нормально. Пишет человек, что смотрит наш канал с начала его вещания, у него есть много вопросов, но задать эти вопросы нет никакой возможности. Ну, как же нет, вот я сейчас ваш вопрос, ну, не вопрос, а реплику прочитал. Если вы тоже так же зададите свой вопрос, то я постараюсь его найти и прочитать. Спрашивают, практично ли использовать метательные ножи, сюрикены, луки, рогатки, арматуры и так далее. Ну, не знаю, я никогда не был специалистом по метанию ножей или там сюрикенов и так далее. Я думаю, что практичнее. Вот в данном случае я всегда вспоминаю Индиану Джонс по поводу Ковчега, да, как там? Пропавшего Ковчега. Да, 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 Ковчега. Там, помнишь, выходит мужик какой-то, который какими-то саблями кривыми крутит, вертит, достает револьвер, бу-бу, все, мужика нет. Представляешь, сколько лет тут тренировался железками, тут шлепай, все, и нет мужика. Ну, поэтому... Тут как раз про это пишут, что с огнестрельным оружием проблемы, поэтому что порекомендуете все дела. Ну, как, что, рекомендуем достать огнестрельное оружие, не будет проблем. Так, что еще, какие вопросы? Не очень понимаю вопросы, но все же зачитаю. Возможно ли декоммунизация? Да, ну, какая декоммунизация? Если они имеют в виду, что нужно повалить все памятники и переназвать по-другому улицы, то памятников много снесли, улицы переназвали, и надо понять, что люди, которые живут, они как-то могут сами проголосовать. То есть, вот в том городе нужным тот или иной памятник, нужна ли тайна или иная улица. Просто так у нас всегда получается, что какая-то власть приходит, что-то делает, потом приходит следующий, это отменяет, делает что-то свое, а у народа ни разу не спросили. То есть, дедушку Ленина ставят без спроса народа, дедушку Ленина без спроса народа валят и так далее. Хоть раз спросите, нужен им дедушка Ленин или не нужен. Может, он как воздух нужен, вот в конкретном месте, в каком-то пырловке, в какой-нибудь стоять, дедушка Ленина, они без нее там куры нестись не будут. Ну, что делать тогда? Да, да. По поводу памятников историк культурного наследия, памятников архитектуры и так далее, мы проведем работу. Во-первых, мы их все зафиксируем, сейчас до сих пор кадастра этого, памятников нет по России, почему они их совершенно спокойно уничтожают. Мы, по крайней мере, поймем, что у нас является памятниками, а что не является. И то, что является памятником, мы, наверное, не будем трогать, что-то будем восстанавливать. Но тут, опять же, знаешь, мне очень нравится пример нашей улицы Вознесенской. Не видел никогда? Там висит огромная табличка. Эта улица названа в честь трижды героя Советского Союза Покрышкина. И сверху Вознесенская. Ну, это маразм. То есть, была улица Покрышкина. А до революции, там, когда была улица Вознесенская, ну, вот, ее переименовали в улицу Вознесенская, а табличку оставили, потому что не могут же оторвать табличку, посвященную трижды герою Покрышкина. Это вот маразм. Такой маразм, конечно, нужно исключать. Да, это очень странная декоммунизация. Да. Спрашивают, как будете бороться с палочной системой? Пишут, мне цари не нужны, мне тоже не нужны цари. С палочной системой, как будем бороться, элементарно уничтожим палочную систему, не должно быть палочной системы, это однозначно. То есть, если раздаются задания, сколько нужно поймать тех-то, таких пьяных, сраных, там, и так далее, сколько нужно посадить за то, посадить за это, то это большая глупость. Мы будем очень внимательно смотреть за действиями всего чиновничного аппарата, в том числе и полиции. И население будет внимательно смотреть, потому что, ну, во-первых, будет закон о правде, во-вторых, будет полная информированность. И, конечно, нельзя будет делать те вещи, которые сейчас можно. Почему? Что дает палочная система? Ну, то, что вот, это же палочная система идет сверху, ну, грубо говоря, на отдел. Дали вот разнарядку, то-то, то-то, то-то. Надо столько сделать. Кто-то занимается тем, что палки рисует бездумно совершенно, а кто-то своими делами. Ну, вот мы видели, что было в наркоконтроле, пока не разогнали. То есть, одна часть сотрудников занималась тем, что совершали преступления, реальные преступления, связанные с торговлей наркотиками. Никто этого даже и не скрывал, когда их там ловили случайно уснувшими в машине с полным багажником, там, 300 килограмм наркоты, да, которые они там случайно от кого-то получили, что-то какая-то хрень, понимаешь? То есть, одни занимаются тупо распространением наркотиков, а другие палками, которые хватают первого попавшегося пустушка и вруливают ему коноплю, говорят, твоя, все, иди в суд, мы тебя сейчас будем сажать. Вот что такое, палочная система. Передаем привет нашему соратнику Виктору из Северодвинска. Приняли ваше сообщение, посмотрели, спасибо, я думаю, обсудим завтра. Спрашивают, как будет насчет документов. Какие документы? Ну, паспорт и так далее. Будет ли упрощена бюрократия в сфере получения, смены? Ну, прописки, конечно, не будет, и регистрации, потому что регистрация это и есть прописка. Паспорта на первом этапе, безусловно, мы будем вводить, но эти паспорта мы будем менять, это однозначно. То есть, тот, кто был гражданином РФ и Путинской, не обязательно станет гражданином России. Может так случиться, что он и не станет гражданином России. Как будете договариваться с тем поколением украинцев, чьи отцы погибли на войне с путинской Россией? Ну, мы будем договариваться о будущем, понимаешь, а не о прошлом. То есть, будем подходить к тому, что что случилось, то случилось. Мы всячески пытались это предотвратить всеми своими силами. Сил не хватило. Ну, и наша власть, это будет, как бы, закономерное продолжение того, что мы пытаемся защитить украинский народ. То есть, смена здесь режима, это в том числе и попытка защитить украинский народ. И русский народ, потому что, если мы говорим... Я имею в виду, когда украинский народ, для меня, они все русские, понимаешь, у меня свое представление. Я имею в виду тех, кто живет на Украине. Да, я понимаю. Я в том смысле, что, когда вот пишут, что как вы будете, там, оправдываться за то, что украинцы умирали, там, в борьбе с Путиным, а разве мы не умираем в борьбе с Путиным? Нет, я понимаю, как бы, такой вопрос, например, к сторонникам Путина. Как вы будете оправдываться, вот, там, наши солдаты умирают в борьбе с вашим Путиным? Так вопросов нет. У нас также люди сидят в тюрьмах, умирают в тюрьмах за борьбу с Путиным. И не только в тюрьмах. У нас каждый день, вот, дети, которые падают, эти дети, которые тонут, они это, разве, не от борьбы с Путиным, как бы, это парадоксально, может быть, для кого-то не звучало. Стреки, которые умирают от пенсии в пять тысяч рублей, они не от борьбы с Путиным? То место, которое освободилось, и я теперь вот буду его занимать, это место Бори Немцова, который тоже погиб в борьбе с Путиным, которого просто убили, и таких случаев-то очень много. Как вы относитесь к масонам? Да никак не отношусь. Я воспринимаю, что это есть как к факту, к тому, как к Остапу Бендер. Говорю, Бог, нет, это медицинский факт. Вот масоны есть, это, если перефразировать Остапа Бендера, это медицинский факт, и к этому нужно относиться с, ну, я не знаю, как к чему. Я не знаю, насколько они опасны, я не знаю, насколько они не опасны и так далее. Я знаю, что они есть, я знаю, что у них есть определенная идеология, что там в Америке пять миллионов масонов официально, да. Что есть в России масоны, что там всякие ложи масонские были причастны, да, как говорят к убийству Альдомора, к похищению убийства Альдомора, к убийству Улафа Пальмы и так далее. Поэтому, в общем-то, они есть, и нужно иметь в виду, что это определенная сила. Это определенная сила, и с ней либо надо считаться, либо ей противостоять и так далее. Но не брать их во внимание, конечно, нельзя. Я недавно пошутил, что скоро создам общество защиты масонов по одной простой причине. Хотя, я думаю, масоны не нуждаются в моей защите, но тем не менее. Вот у нас есть такая категория людей, которые говорят, что там кто, если не Путин, конечно, Путин не лучший, но без него будет еще хуже. А вот есть группа людей, она в последнее время почему-то очень популярное такое мнение, что сражаться бессмысленно, все делать бессмысленно, есть теневое правительство, все решено без нас. Мальцев это тоже масон, а если не масон, то его убьют масоны. Это да, на службе у теневого правительства. Да, да, да. То есть вот эта позиция, что все решено за нас и смысла ничего делать нет, потому что везде масоны, рептилоиды, анунаки. Вот это слово, которое никто из нас не выговаривает. Ну, как-то это, наверное, тоже не совсем правильная, мягко говоря, позиция. Ну, да. Спрашивают, почему мы не критикуем США и Гуантанамо. Ой, это столько народу, кто это критикует. Мы, кстати, частенько критикуем позицию по Гуантанаме. Гуантанаме и, в общем-то, высказывали мнение, что Бараку Обаме до его прекращения полномочий как президенту необходимо, конечно, принять все меры, чтобы передать. И он Гуантанаму Кубе. И он, я думаю, и стремился это сделать, но, видишь, поставили палки в колеса, получится у него сейчас, не знаю, навряд ли. Но вообще у него большое желание было это сделать, и мы это приветствовали. Будут ли пошлиные на товары из-за рубежа? Ну, если мы остаемся в этом, господи, так редко стали про него говорить, про торговый этот, как он? Торгово-экономический союз? Нет, не торгово-экономический. Господи, что я даже забыл, как он называется. Мы все 2000-е, начало 2000-х годов ознаменовалось по ВТО, попыткой вступления в ВТО, а потом, когда вступили, забыли вообще, что такое ВТО. Конечно, если государство находится в ВТО, ну, наверное, эти пошлины в соответствии с договорами, которые подписаны в ВТО. Ну, то есть, такой разводки, конечно, делать мы не будем, что, там, эти, нельзя пошлины взымать за машины, но можно взымать утилизационный сбор. Это от великой жадности, да, вот в ВТО все пишут. Спрашивают, как мировая общественность отнесется к пятому-одиннадцатому, по-вашему мнению? Да мне вообще, честно говоря, безразлично. Я думаю, что Украина хорошо отнесется, Беларусь тоже, думаю, неплохо, Прибалтика нормально отнесется. Остальные, я думаю, ну, если говорить об общественности, то общественность везде хорошо отнесется. А если о каких-то мировых силах, да, то я не думаю, что они хорошо отнесутся. Я не думаю, что сильно обрадуются, там, где-то, в тех же Соединенных Штатах. Сейчас у них все понятно, все четко, все нормально, там есть вовод, они знают, с кем договариваться. А здесь у них будет такая ситуация, которую они не любят. Пишут, мы все в полный ВТО. Да, это точно. Говорят, что идут делать татуху, пожелайте удачи. Удачи. Удачи, да. А что, может пойти не так? Всякое бывает. Что там еще, какие вопросы? Ну, вот пишут, Мальцев, ты думаешь, что придешь к власти, и русские начнут работать, как немцы. Они будут открывать свой бизнес, не пить и не курить, если ты так думаешь, что ты дурак. Да, ну, давайте возьмем другую страну, где не работают, как немцы. Ну, Испанию, например, где люди вообще работают с трудом, потому что у них полдня с 12 до 6 у них сиеста, да, вечером у них какая-нибудь фиеста, день города, еще что-нибудь, коррида. С утра чуть-чуть они выходят на работу, да, где пожарными работают только русские и украинцы, потому что, ну, они не спят с 12 до 6 вечера. И вот, и тем не менее, если посмотреть, так скажем, ситуацию в Испании, по всем показателям, она, конечно, ну, намного, в том числе и производительность труда, да, намного превышает показатели в России. Можно более близкую славянскую страну взять, например, Польшу. Да, да, Польшу можно взять, где сейчас живут, как в Германии, даже отличить сложно. Можно взять страны бывшего Советского Союза, например, Литву, Латву. Ну, в Литве всегда хорошо работали, там люди пахали. Да, ну... Не так давно мы прям в цифрах, прям вчера, что ли, мы в цифрах говорили о том, что даже если вот мы сейчас все сядем на пятую точку, будем курить бамбук и пускать эти кольца в облака, дымные кольца в облака... Если не будут воровать на Виланчеле, все равно всем хватит. Да, только за счет продажи сырьевых всех наших ресурсов, да. То есть, в том числе нефти, а вообще, если говорить еще и про полезные ископаемые, то и на большой запас бамбука нам всем хватит. Спрашивают, что будет после 5.11 правозащитная система. Ничего не будет, останется правозащитная. В любом случае, защитники, адвокаты будут нужны. Мы же не можем отменить суд, мы же не можем отменить тяжбы, скажем. Так будет хорошо, что никакого гражданского субпроизводства не надо, поэтому адвокаты нужны. Так будет хорошо, что никто никого убивать не будет, поэтому и защитники никому не нужны. Нет. Ну, вот, конечно, адской ситуации, я думаю, не будет. Ну, вот и в чате пишут, и сегодня тоже я вам сказал. Прислали нам ссылку на то, что нас показали по телевидению. Вот, правда, прислали, я увидел прям непосредственно перед эфиром и не смог пока выяснить, по какому каналу. Хотя, ну, есть предположение, но я сейчас выясню и завтра тогда точно скажу. Но там ситуация забавная, сказали про нас, вернее, вас показали фрагмент нашей передачи. И показали в положительном ключе касательно Курил, ситуации с Японией и с Курилами. То есть обсуждается, я так понимаю, какая-то программа обсуждала, возможно ли, что там Курилы перейдут. Ну, там не только про Курилы, там про Китай, по-моему, тоже. Хотя я, еще раз говорю, я там фрагментарно смотрел. И вот приводят ваши слова, что, в общем-то, фактически Курилы уже отданы Японии, потому что, ну, что такое право собственности, вы говорите, на землю, потому что, ну, там, кто может ей пользоваться и так далее. То есть фактически Курилы уже находятся в Японии. То есть вот в очередной раз сегодня нас упомянули по телевидению, пускай там фрагментарно. Я думаю, что в скором времени это будет набирать все большие обороты. Надеюсь. Я на это надеюсь. Хунтой может и не быть, но лайкнуть Мальцева обязан. Передай привет Кировограду, Волгодонску, передаю. Передаю привет. Спрашивают, кто будет следующим главным врагом России во внешней политике. Бендеровцы были, американцы были, турки были, ИГИЛЬ был, Гейропа. Кто у нас еще остался? Индия? Ну, не знаю, кто там, кто, знаешь, кто в Вове всадит нож в спину. У него там вся спина в ножах, кто-то должен ему всадить нож в спину. Ну, тут вариантов несколько всего. Может быть, Прибалтика легко, понимаешь? Да, запросто. Если там какие-то будут всаживания ножей со стороны Ирана, они могут вдруг встать тоже внезапно, да? Ну, если с турками, по логике, с турками дружат, то должны с кем-то ссориться. Ну, не знаю, посмотрим, это же у Вовы в голове все это происходит, там что-то. Ну, кого-то, конечно, в главные враги найдут, потому что они не могут без врагов, им обязательно нужны какие-то эти украфашисты там, я не знаю. Может, они с какими-то абстрактными фашистами будут бороться. Казахи. А? Казахи. Почему казахи? Ну, тоже фашисты. Во-первых, потому что это красиво. Ну, ладно. Нет, ну, мы же видим, что там сейчас под Назарбаевым-то шатается стул. Ну, да. И федеральные СМИ уже об этом поговоривают так пока аккуратненько, так же, как про Майдан аккуратненько сначала говорили. И кто его знает, как там ситуация будет развиваться, и вполне возможно, что если будет по околоукраинскому сценарию развиваться, то не исключено, что и последствия будут. Мне кажется, наиболее вероятно это с Ираном как раз, потому что, ну, Иран даже не особо сильно скрывает, что они с Вовой небольшие друзья. Ну, не знаю. Посмотрим тут, в общем-то. А мне нравится вариант с Индией. Да вот кто-нибудь когда-нибудь слышал про какие-нибудь конфликты Индии? Индийские фашисты. Нет, индийские фашисты представляют. А у нас даже сухопутной границы с Индией нет, чтобы устроить рок-н-ролл. Здесь все-таки нужна какая-то хоть маломальская сухопутная граница. Нет, ну, зато они ядерная держава. Просто Индия – это достаточно развитая страна с ядерным, значит, боезапасом. И при этом, ну, вот хоть кто-нибудь слышал про какие-нибудь внешние терки Индии хоть с кем-нибудь? С Китаем только. С Китаем? Да, постоянно с Китаем и с Пакистаном. А как же, с Пакистаном даже воевали. Ну, Пакистан, потому что это часть Индии была. То есть, это такой же индийский народ, только мусульманский. То есть, вот один народ, разные вероисповедования, вот к чему приводят. И поэтому с Пакистаном они вечные враги, поэтому они и имеют ядерное оружие вместе с Пакистаном, да? Те тоже имеют ядерное оружие. И Китай, конечно. Ну, Индия, не знаю. В Индии Путин денежку приносит. С ними ругаться себе дороже. Ну, турки тоже приносили денег. Ну, да, логично. Так, ну что, тогда мы вот покажем фотку. Вот такая фотка интересная. 5-го, 11-го, 17-го года нам прислали. Очень хорошая. То есть, делайте такие фотки, мы будем показывать. Спасибо, что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи сколько осталось? 493 дня. И один час, да. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok